Девушки отдыхают 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 Можете сделать оперативно, быстро? Да. Чтоб все обалдели. У меня просто объективно, допустим, мне кажется, Каринка не построит отношения. Она просто такая, знаешь, мужеподобная девочка. Как я прочее говорю, да, в смысле? Ну, ей дадут, наверное, скорее всего, иммунитет, как яркая участница просто. Не как девушка, с которой потенциально можно построить отношения. Только если привести такого же, в смысле, не знаю, мужика. Да, вон Гена такой же, ну толковая. Любому парню нравятся девушки такие женственные. Ну да, я не знаю, я говорил, что мне сколько денег не дай, в смысле, я бы вряд ли стал с ней отношения строить. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родились вот все Алены Водонаевы, Виктории Бонни, красотки, идеальные девушки. Надо выбирать в жизни отбор. Вот и происходит отбор, кудрявый. Ну, выливаешь. Один, два, два. Подорой должен, а вот. Ну, выливаешь, старай. Что-то мы зря кровать-то заправили. Есть топ-модели, есть шняшки. Геш, жизнь она одна. Почему не трахать королеву сразу? Объясни мне, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо таскать. Не надо. Подушки как-то стремно сложи. Давай, сейчас вгоняй в меня краску. О, вот так, вот так. Вот так вот? Да, оставь вот так. А там не натягивай сильно, потому что здесь все. Ну, все, с кроватью мы справились. Видишь, я тебе оставила самую легкую задачу, да, выполнение. Затправить кровать и постирать носочки. Пойдем со мной, помоги мне. Покажешь, где они лежат. Твои носочки. Как, где, в раковине? Может, слушайте, трусики мне оставила. Поперкать. Вот, надо начать с внешнего вида убираться. Ты знаешь, что я стилист и имиджмейкер теперь. Боже мой, смотри, мы с тобой какие зеленые. Скучаешь по мне? Очень. Я иногда жалею, что мы рано расстались. Да. Так, дорогие мои, ситуация у нас следующая. Вот у меня есть вот это, которое называется ножички. Всем раздаю пластиковые. Осторожно. Не порежьте. Не порежьте, держи. Держи. Дай, сись. Так, так, так. Все, все встали. Карина, давай, давай, давай. Давай, давай. Передайте сегодня Чижевскому, что я его люблю. Каждый по одному разу, пожалуйста. Можно по два. Если бы ты слышала, что Чижевский два дня назад мне говорила, тебе ты бы молчала. Итак, мои дорогие. У нас сейчас стройка. Мы рыхлим цветочки. Рыхлим вот этими ножичками. Затем те цветочки, которые сказали нам до свидания, мы, собственно говоря, удаляем с нашей оранжереи. Ну и еще и поливаем те, которые хотят с нами быть. Мне нужно пару сосисок. Так, это будут губы. Кто? Сосиски, губы? Да, сосиски, это будут губы. Сосиски, губы Бонни? Несколько, несколько жвачек. Это будут зубы. Так, лук. Это будут волосы. Ну и, конечно же, яйца. Это будут глаза. Слушай, ну звучит заманчиво. Нормально? Оригинально. Да. Как минимум. Давай, я буду следить за процессом. Давай, осторожно только. Оп. Так, глазик раз. Опа, не уплывай. Это тройное удовольствие смотреть на то, как ты стираешь мои носки. Хотя ты стирала на доме два мои носки. Такой молодец. Такой заботливый у меня. Заботливый. Ну-ка давай, помоги мне постирать носки. Мыло-то знаешь, какое брать? Вот это. Правильно? Нет, это убил. Ты что? А так это особенное было? Конечно. Вот для лица. А вот это? А вот это? Для носков. Да. А он не для носков, но для рода. Ты знаешь, что ты носки мне когда в жизни не стирал? По одному. Берешь один. Давай. Вот. Берешь его на мыриваешь. Давай. Давай шутим. Мыриваешь. Один. Дом. Дом. По дороге тоже на мыриваешь. Мыриваешь старый. Что-то мы зря кровать-то заправили. Слушай, Дим, а чем правда тебе то ремешает? Слышь, Дим, пусть ходит, любит. Тут, по-моему, любой чувак об этом бы мечтал, чтобы по периметру ходила, понимаешь, городская сумасшедшая и говорила, что любит. Да, именно. Другой вопрос, если бы она не лезла уже в дальнейшее перспективное, может быть, для меня отношение с кем-либо здесь. Какое странное. Я Рустаму говорю, Рустам, я тебя люблю. Его что это, как-то терзать, что ли? Нет, ты всем, по крайней мере, в отношении Рустама, ты никогда никому, никаким женщинам не делаешь условности в отношении того, что не подходить к Рустаму. Это мой молодой человек, не надо к нему подходить, ты такого не делаешь. А вот начать меня делать постоянно, зачем? Что не нужно использовать девушек, находящихся на проекте. Вот они из-за этого уже пострадали. Они глупые все и ведутся на моей использовании, слова красивые. Я же вру всем, ну непонятно это, что ли. Ты что, Марина Роза училась, что ли? Да, Марина Роза, да. Семен, к нам кто-то идет, по-моему, задание проверить. Отлично, я как раз все закончил. Можно открывать глаза? Нет. Нет. А что нет? Ну ладно, да. Я же вручу. Иди сюда. Смотри, я сделал твой такой продуктивный, акулопродукты. Тихо. Волосы, волосы, волосы. Мне нравятся зубы и губы. Подожди ты, а-а-а делать. Губки, губки из сосисочек, да. Вот и зубки из жуачек. Смотри, как похоже себе. Были ты вообще, да? Внимание. Это пирог в форме солнца. А, это солнце, это мой черепашка. Этот пирог посвящается тебе. Но будем есть все внизу. Почти. Так, куда ставим? Сейчас туда. А, скорее, Боня! Боня, скорее! А-а-а! Правда ты или ты шутил? Мне казалось, что он шутил. Так, это есть надо со сливками, да. Сначала сливки. А-а-а! Открой рот. Как, вот так? В рот сливки? Да, вот именно так. Сливки. Давай. Ой, извините. А-а-а! 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 Подожди. Подожди. Почему-то не пошло. А, вот сейчас пойдем. Давай. Вот так. И теперь. Оп! Большое? Угу. Вот так, кусочек маленький. Ну. А-а-а! Что нужно сказать? А-а-а! Что надо сказать? Как вкусно! Синял! Дима, я тебя не люблю таким! Ты мне такой противен! Все! Вот ты и действуй! Я тебя люблю! Не действуй! Я хочу, чтобы я тебе был противен! И я хочу, чтобы ты бы стал таким же, какой ты был классный! По крайней мере, я хочу, чтобы я тебе был противен! Это не значит, что мы будем с тобой! Мы уже с тобой не будем! Потому что ты издеваешься только над теми людьми, кого любишь! А те, кто тебе противен, ты не обращаешь на их внимание! Я хочу быть противен! Я больше шрамы! Я коллега! Я инвалид! Тори, 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 Тори! Так, секунду! Секунду, Дим! Я лох! Да дайте сказать! Так, ребят, я сейчас прораб! Послушайте! Нет, ну вот это вот, знаете, я люблю его прошлым! Знаешь, я помню у Эдиты Станиславовны есть такая песня Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбок! Вот это скучно, Тори! Я пользовался уважением! Уважением коллективе, уважением зрелием! Моим уважением! Тори, Тори! А сейчас над ним смеются! Мне очень грустно, что над ним смеются! Даже ты, Рустам, над ним смеешься! Все смеются! И никто меня не уважает! Я лох! Когда он шутит, прекрати лох! Ах ты, гад! Ах ты, грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста! Полюбуйся на себя! У тебя! У тебя под носом клякса! У тебя под носом клакса! У тебя такие руки, что сбежали даже брюки! Даже брюки! Даже брюки! Даже брюки! Чистота! Ах! Боня! Должна быть в доме чистота! Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки! Ты одна не умывалась, и грязнули ее осталось, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки! Чистота! Боня! Должна быть в доме чистота! Я великий умывальник, знаменитый майдадыр! Умывальников начальник и начало командир! Чистота! Боня! Должна быть в доме чистота! Чистота! Нормальная, блин! Чистота! Боня! Должна быть в доме чистота! Опа, и струны подходит! Я вот струна! Самое главное, чтобы в конце паралила хватило! А знаете, что вы смотрите, у меня мурашки стали на ногах! Мурашки! От песни! Миша, у меня вопрос следующего плана. Ты не чувствуешь себя Иванушкой дурачком сейчас, нет? Нет такого ощущения. Смотри, вчера въехали в дом. Надя получила иммунитетик. Такой маленький, но очень, знаешь, очень нужный. Что? Как? Понимаешь, к чему это все? Нет ощущения, что она Чуева поджидает? Да нет, ощущения такого нету. Я знаю, что она не хочет по своей воле уходить с проекта. Это же все-таки ее мечта была. Ну, проект был способом реализации ее мечты. Но... Если ты хочешь сказать, что ты тот человек, который над ней судьбину ее сермяжную вершит. Да. То есть все, уходим и все. Да. Единственное, все мы увидим, когда уйду я и уйдет ли она за мной. Все. Понимаешь, Миша, сейчас она продолжает играть в тебя. Вот сейчас, извини, что я это скажу, сейчас ты вот на ее пальчик, ты надет, не знаю, в какое место, где дырочка, вот так. И она вот так тобой водит, как в кукольном театре. Степа, он мне стирал носочки, он мне заправлял кровать, помогал даже по своей собственной инициативе цветы полить. Что для меня самое главное в доме. Еще, Степка, если бы ты убрал клетку попугаев… Ну, ладно. Это в следующий раз обязательно. В следующем конкурсе. Стема, ну ты, конечно, парень неплохой, но мои… Да ладно, скажи честно, что ты прожила, потому что со мной 9 месяцев. Ну, честно, Семен, ты все равно клевый, молодец. Ты клевый, молодец. Стемка, ты клевый, не обижайся, но люблю я больше Степку, конечно. И все его труды для меня это просто… Я вот теперь эти носки вообще носить никогда не буду, потому что ты их стирал сам. Степа, нынче. Прибьешь к стене… Я за тебя отдаю свой голос и буду болеть за тебя. А еще буду СМС-ки посылать за тебя. Да ты сама лучше приедешь. А я приеду обязательно на финал. А не на финал? Спасибо, что вы приехали. У меня так было приеду, мы так раскрасили мой день. Мой роденький, роднулька моя. Родной, ну прям родной. Родной ты. Пойдем. Ты знаешь, как меня сейчас выставили? Как? Ты же назумная, покрутись своими мозгами. Не изви! Не изви! Ты что, попутала что ли совсем? Слышь, Надя, я что-то недопонимаю одного. Что-то я не понимаю, у тебя там настроение испортишь? Вспомни, как ты себя вела два дня назад. Почему сейчас такое отношение ко мне? Я понять не могу, Надя. Мне больно. И что? Мне больно было, очень больно. Сейчас мне было больно. Я тебе объясняю, если тебе больно сделали, что надо мне, да, больно делать сейчас. Тебе там пошли больно сделали? Ты меня одушишь. Ты нормально? Ген, ты мне вчера говорил о том, что ты ведешь отношения с Полиной в полсилы. Очки сними, пожалуйста. Спасибо. Ведешь их в полсилы. Стоит ли вообще напрягаться вот на эти полсилы, понимаешь? Ну, это все равно как пол ложки, понимаешь? А пол ложки отдавать кому? Послушай, я делаю свои выводы каждый день. Буквально каждый час я каждый раз узнаю человека, и каждый раз мне все меньше и меньше хочется к чему-то приходить, к какому-то взаимопониманию. То есть я думаю, что в скором будущем, если она так же будет себя продолжать вести, а это будущее уже наступает со дня на день, я вижу, потому что никаких изменений существенных, кроме того, что она ходит и каждый раз говорит, действительно, что хочет есть и бросила курить, это для меня не показатель особо. И я думаю, что это ни к чему не приведет наши отношения. Не ты это сам прекрасно знаешь, я тебе это уже говорил. Мне это, естественно, неприятно, я сама это чувствую, что он дается не на все сто процентов, но он это объясняет тем, что ему нужно время, привыкнуть ко мне. Я, как ты знаешь, бросила и курить, я уже и кушаю, и уже иду на любые уступки. На днях я хочу сделать ему сюрприз, но от него я не вижу никакой отдачи абсолютно. То, что он говорит, я это ценю, мне этого мало. Я, естественно, хочу тоже каких-то... Мы действительно в день проводим по 5-10 минут вместе. Вот. Я вообще тебя не узнаю. Вообще. А ты постоянно меня не узнаешь. А я тебя, да, и вот сейчас... Братаня, ты меня не узнавал. Сейчас ты меня не узнал. Ты не узнал. Каждый раз, как рядом со мной какая-то девушка, ты меня постоянно не узнаешь. Постоянно пытаешься... Значит, какая это девушка? Да, вот так. Прекрасно знаешь, какую я хочу, чтобы у тебя была девушка. Какая она должна быть. А ты думаешь, что, Геш? Да, вот все родились, родились вот все. Алены Водонаевы, Виктории Бонни, красотки, идеальные девушки. Надо выбирать. Жизнь отбор. Вот и происходит отбор. Кудрявый. Отбор, а ты сразу увидеть не можешь, нет? Есть топ-модели, есть шняшки. Геш, тебя почему-то все время тянет вот туда, вот туда. Не к моделям к этим, понимаешь? Вот это можно понять или нет? Жизнь она одна. Почему не трахать королеву сразу? Объясни мне, пожалуйста. Тебя подводят, ты ответь. Что ты меня приходишь и мне все высказываешь? Отвечай, что думаешь. Почему тебе говорят, она тобой вертит, а ты там молчишь, а мне приходишь и меня душишь за это? За шею кто меня хватает? Мне больно было. Да я не могу сидеть, я хочу покурить, понимаешь? Я тебе сказал сядь, ты что? Миш, ты что творишь? В смысле, что я творю? В прямом, что творишь, дай мне покурить выйти. Сядь, сядь. Пойдем внизу, спустимся и поговорим, я покурить хочу. Я люблю только Мишеньку и не надо мне ничего говорить. Ты не говорила мне в эти мои глаза два зеленые, говорила, что ты любишь Чуева. Я никогда, я кляну сердцем матери родной, что я никогда не говорила, что я люблю Чуева. Мама, мама Чуева. Только вспомнили про него. Миша, где Надя? Не знаю. Наверху, Рустам. Где-то здесь бывает. Тук-тук. Надь, привет. Какое платье красивое. Слушай, у нас сообщение. Вообще, Чуев только что написал сообщение. Привет. Буду через 30 минут на поляне. Скажи, Надя, пусть собирает вещи. Чуев. Как приезжают? Чуев написал сообщение. Чуев написал СНС. Надь, ты вещи собираешь? Собираешь, да? Пойди поговори. Успокой. Хорошо. Да? Поговори. Малыш, я люблю тебя. Ты собирай наши вещи. Да, да, все. Че делать будешь? В смысле? Че мне делать? Че я должен делать? Че я должен делать? А при кем приедет заберет? Как он заберет человека против воли его? А ты уверен, что она не хочет? Я? Да. Я же сказал уже. Ну, хорошо. Если он у тебя начнет угнать. Я здесь вообще ни при чем. Здесь сугубо было у них с Надей. Он там ей обещал шоу замутить. Че там, не знаю. Че он тут думал? Он же шоумен. Пропиарится сыграть свадьбу в Лас-Вегасе или где там. Я не знаю. Че, Надя? Че, Надя? Как-то в шоке все, блин. Ну, прикинь. А че Миша? Не знаю вообще. Мишка там внизу на кухне сидит. Бери, это же я вам господи принесла, чтобы кушать тоже. Да кушай сама. Да нормальный парень. И так я думал. Просто поговорить с тобой чисто по-пацански. Ну, братан. Я влюбился, ты тоже любишь. Ну, давай как-то решать. Не знаю. Мне кажется, аргументов на твоей стороне больше. Зачем? Непонятно. Непонятно. Зачем? На вороты идти. Надь. Че, Смышка? Ты что? Че еще не ехал? Короче, Мишка пошел к нему за ворот разговаривать. Что они говорят, наверное. А ты куда? Нет, подождите. В смысле не пускайте? Я тебе иди туда. Ты понимаешь? Рустам, отставь. Я тебе иди туда. Да че за дела, блин? Я тебе иди туда. Рустам, ты че издеваешься? Нет. Миша! Нет, я не издеваюсь. Рустам, отпусти меня. Поговорят, они тебе еще хуже будут. Будешь ли побольше все выяснить? Зачем пути не поговорят? Че ты… Миша! Дом, дом, дом. Что там? Че ты не делаешь? Да че вы творите такое? Миша! Ты не кричи, ты не кричи. Да курить. Да курилки. Курилки покурем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем курилку. Миша, не чуливаем. Не переживай. Как это… Миша! Да не надо никого звать. Миша! Пошли, не надо никого звать. Пошли. Ну пошли, я прошу тебя. Они живые… Пошли, Миша, Миша. Миша! Я люблю тебя! Да он знает. Тихо, на, тихо. Не надо, не ходи. Да ты меня успокаиваешь! Чем ты меня успокаиваешь? А че тогда все побежали? Да он че-то психанул. А че? Да психует он. Че, че? Кто психует? Да Миша кто? Ты домой собрал? Мне он сказал, че за эти дела? Почему че их приедет? Почему он сразу на человеке пишет? Я его сейчас догонял. Кого? Мишу кого? В смысле ты догонял? Ну в прямом смысле. Ну Надь, как в прямом? Он пошел и ушел. Тихо, тихо. Не надо никуда бежать. Миша без меня никуда не уедет. И я это знаю. Он сказал… Он сказал… Я тебе еще раз говорю, что Миша без меня никуда не уедет. Он сказал, когда ты узнала эту новость, что Чуев, ты заулыбалась? Я ему сказала, Миша, он спросил меня, ты собираешь вещи? Мне показали смс-ку, типа Чуев пишет, я приезжаю собирать свои вещи. Я Миша ко мне подошел, я его поцеловала, сказала, Мишенька, я люблю тебя и собираю наши вещи, чтобы мы уехали вместе с Мишей. Он правильно тебя понял в тот момент. Я не знаю… Он сказал, ты заулыбалась и такой… Миша! Подожди, не надо никуда убегать, прошу. Ты еще сыр. Пойдем… Да что за дела такой? Что вы тут устроили? Я вообще не могу понять, не бегать. Ну виноват. Пошли в воду пить. Не надо, я ничего не хочу я пить. Прекрасно. А что делать? Надо помочь. Да что мне помогать? Не поможете, если только Миша ко мне придет. Да ты, не плачь. Так он уехал или что? Ты можешь сказать… Да никуда он не уедет, его вещи здесь и денег у него нету, чтобы уезжать. Ну, а человек, который способен на все, он может с горы перевернуть, понимаешь? Он без меня никуда не уедет и я это знаю. Он, единственное, что он мне сказал, я понял, что она ждет Чуру и хочет этой встречи. Да что он мог так сказать, потому что он знает, что я люблю его. Да господи, он сказал, я не собираюсь с ним разговаривать ни о чем. Я не хочу. Не беги никуда. Тем более, если она так воспринимает это все. Не беги никуда. Не беги никуда. Ну беги, не беги. Идем. Иди, Миша. Ну ушел, Миша. Идем. Да никуда он не уйдет без меня. Ну мало ли. Без тебя он не уйдет. Ты, главное, оставайся здесь. Ты оставайся здесь. Зачем тебе куда-то уходить? Ну зачем? Миша. Ну только с Чуевым. Да не с Чуевым. Да сейчас ты увидишь, как ты сразу растаешь. Миша. Миша. Дима, я тебя вообще видеть не хочу. А при чем я здесь? Да при том. Я при чем здесь? Я при чем здесь, Надь? Я его успокаивал, как мог. Че он придет, Надь? Никуда он убедится? Да он бы не ушел, я его знаю. Он без меня никуда не уйдет. Надь, он сказал мне... Слушай твое сердце. Не ушел, значит придет. Мне надоело-то треугольник. Че истеришь? Я Чуеву летел. Это моя купешка. А если он бежал, то лучше Чуева тебе не найди. И вообще, это моя здесь профессия истеритнее. Отбирай ему кусок хлеба. Чуев расценил то, что Надя с ним не поговорила, как какую-то Надежду. Вот и приипчался. Надежда на то, что переубедит Надьку и заберет ее с собой. Представляя Чуеву, он так и поступит стопудово. Не, а Чуеву надо ждать все что угодно. Чуев игрок еще тот, он очень экспрессивный. Он если добивается своего, то добивается, идет до последнего, прет рогом. Все, 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 спокойно. Фу, мерзко аж вообще от такой грязи, в ужас. В чем грязь-то, объясни. Грязь вот во всем здесь. Ну, садись. Я знаю Мишу Рустам, он никуда без меня не уедет. Не уедет, хорошо, значит он здесь. Не забывай, что Миша, он парень, у него девчонки… Мишенька, он мой любимый человечек, он мой родной, это кровиночка моя. Ну, вы полгода всего вместе. Какая разница, хоть один день вместе, это моя семья, я его семья, я ему самый близкий, дорогой человек. Да не рассказывай, Надя, хватит мне это рассказывать, ты мне то же самое говорила про Чуева. Что ты сейчас чешешь мне? Что ты врешь, что ты врешь, что ты врешь. То же самое, ты мне в глаза смотрела, да ты с первого дня, я с первого дня просил тебя быть искренней. Ты врешь, я никогда не говорила. Ты мне с первого дня была неискренняя, ты все время говорила банальщину, целыми днями. Я никогда не говорила, что я люблю его, я его не люблю, я люблю только Мишеньку. Ты мне говорила, мне выйти мои глаза с два зеленых, говорила, что ты любишь Чуева. Я никогда. Говорила мне постоянно. Я к нему сердцем матери родной, что я никогда не говорила, что я люблю Чуева. Мамочки мои, не надо говорить, что ты клянешься чьим-то сердцем. Я не люблю Чуева, я этого никогда не говорила, он мне это говорил несколько раз, но я ему все равно не говорила, что я его люблю, потому что я люблю Мишеньку. Мишенька это моя семья, я для него родной человек и близкий, Я его никогда не брошу. Слушай, ты сейчас как религиозная фанатичка. А Андрея куда девать? Да мне плевать на Андрея. Он сам себя может деть, куда ему надо. Он сильный мужик. Не ведешь, а? Не ведешь, чем хочешь рассказать. Позвещено! 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 Я знала, что ты без меня никуда не уедешь. Они мне говорили, что ты ушел. Миша, реалист. Тори, сколько ты еще будешь преследовать Дмитрия? Расскажи, пожалуйста. Всю жизнь. Я откажусь от своей мечты и тем самым докажу Мише, что я люблю его больше, чем себя. Знаешь, Сем, от любви до ненависти один шаг. Вот Рустаму осталось переступить только, и будет у вас любовь. Дай бог тебе всего самого наилучшего, если ты уже, вот ее здесь нет, а ты при ней бы смог это сказать, что я обломался. То есть, типа, ты на коняке? Ты победил уже! Когда Ксюша Бородина была маленькая, она мечтала о маленьких красных туфельках. Мечты сбываются в Доме-2. Это точно. Ну что, хочу обратиться сразу к Семену и Степану. Мальчики, сегодня завершился четвертый этап конкурса. Как он прошел для вас, расскажите. Степа, ну ты себя чувствовал, вот, хорошо себя чувствует рыба в воде, а ты себя чувствуешь хорошо у Бони дома. Я, конечно, понимаю. Но все-таки расскажи про президента. Я вообще обожаю женщин, и я чувствуюсь с ними великолепно. У Бони дома, с Бони, у Наташи, с Наташи. Это достойно аплодисментов. Но все-таки расскажи. Нет, на самом деле, мы встретились, давно не виделись, обнялись. Мы вот так случайно получилось, что мы в одинаковой гамме. Нам там где-то на море купило зеленое платье, я в зеленой рубашке. Сема сегодня был просто неотразим. Он играл, как Паганини, маэстро. И вот на последнем аккорде струна лопнула. Да. И да, и, слава богу, мы закончили песню. Как раз хватило, прям закончили. Так может пропустить Сему в финал добровольно, даже если ты считаешь, что он был талантливым. Ну, ты знаешь, я тоже не меньше его хотел бы выиграть приз. Хорошо, давайте это оставим зрителям тогда, а я тогда прощусь. Нет, я зритель вставлю пять копеек. Да, конечно. Какой ты зритель? Да, я зритель. А ты не видел? Нет, как же я зритель? Нет, почему я зритель? Я вот как зритель могу сказать, Ксюш, что Семка у нас торопецкий наш парнишка. Понимаешь, парень очень хороший, но прозорливый какой. Я думаю, что зритель тоже это видит, что за этим взглядом голубых, небесных, красивых глаз, это знаешь, как вот посмотрит, так вот обнимешь человека и плакать над ним. Понимаешь, кроется душа, конечно, авантюриста. Солнышко не зря сегодня приехало туда, куда оно приехало. Чтобы зрители это увидели. Конечно, а так как солнышко у нас одобряют и большинство зрительниц, особенно женского пола, которые давно не ощущали эту мужскую ласку на себе. Некоторые уже обросли волосами, извините за подробности, просто я видел некоторых фанатов. Тонца, извините за вот эти скабрезные подробности. Я хочу сказать, естественно, Семочка все это дело у нас подгадал, красавчик. Обожаю его просто за это, обожаю. Я думаю, Рустам, я забыл, просто. Это тоже такое сейчас, вот типа забыл имя. Нет, я просто... Нет, а я вот помню, что ты торопецкий такой чувачок классный. Я вот почему-то помню твое имя, Семка, ай хитрец же какой. Я понимаю вполне Рустама, он немножко обломался с солнцем, поэтому в нем... Нет, что значит немножко обломался? Мы с солнцем, знаешь, знакомы сколько, ни один пуд соли вместе съели. Сем, ты там, честно тебе скажу, твой конь там рядом не валялся, понимаешь? Поэтому дай бог тебе всего самого наилучшего, если ты уже... Вот ее здесь нет, а ты при ней бы смог это сказать, что я обломался? То есть типа ты на коняке? Ты победил уже? Что несешь ты сейчас, Семка? Кто обломался еще, скажи мне, пожалуйста, кому повезло еще в этой ситуации? Мне или тебе? Объясни, пожалуйста, Семка. Жалко? Ты посмотри на меня, пожалуйста. Кому-то еще жалко на меня смотреть? Ну слава богу, что мне не пять лет, а я вырос... Хорошо, а почему я не должен быть взрослым? Объясни мне, пожалуйста. Ну, да я вырос и... И что взрослых? И что? Взрослые и что? И... Я тебе еще раз говорю, если ты хочешь быть крутым челом, и ты считаешь, что ты на волне, и что ты в теме, ты должен хорошо, во-первых, слушать, вот этого тебе и желаю. Спасибо, Рустамыч. Все, поговорили, мальчики? Ну да. Мурзики мои, ну выдохните, наконец-то. Я Семку обожаю, признаюсь. Я вижу, я вижу, как ты его обожаешь. Я чувствую, это любовь прям... От любви до ненависти один шаг. Вот Рустаму осталось переступить только, и будет у вас любовь. Хорошо. Ну что же, интересно, когда от ненависти к любви перейдет Виктория с Дмитрием Чижевским. Тори, сколько ты еще будешь преследовать Дмитрия? Расскажи, пожалуйста. Всю жизнь. Дима, тебя обрадовал этот ответ? Я, знаешь, сразу представил себя... Помнишь, как в американских фильмах они приходят на свои кладбища? Там такие кресты есть. Ты сразу представил себя на кладбище? Да, именно вот в этом поприще. И оплакивающая тебя Виктория? Не, на поприще дома два. То есть я себя уже здесь похоронил. Как герой любовника, по крайней мере. Слушай, ну, извини меня, ты пришел, тут клялся вечной любви Тори, из-за нее меня предложил ей руку и сердце. Конечно, понятно, это вот для мужиков так легко. Знаешь, сегодня признался в любви, а завтра забыл. А женщины все... Я с порой помню, моя девочка... Да, а женщины, они другие, извините меня. Вот женщины, они вот... И дата приближаются, а он меня ненавидит. А я его люблю, вот дилема, черт. Дим, что делать-то будем? Дата-то приближается твоя связь бы? Будем ждать. Ну что же, а теперь мы переходим к третьей теме. Самая интересная, я думаю, это Миша и Надя. Спасибо. Что же, ребята, с вами сыграли сегодня злую шутку. Вы прошли все семь кругов ада, как мне кажется. Надь, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты очень хороший игрок, и тебе очень хочется здесь остаться, и тебе здесь очень нравится. Да. И это чувствую, и вижу, ты всяческим способом пытаешься... Уговорить Мишу остаться. Уговорить Мишу здесь остаться, совершенно верно. Неудобно, на кровати давай переселимся в вип-дом, понимаешь, еще что-то. Уговорила его остаться до мужского голосования, но сегодняшними разговорами это все время еще сократилось до женского голосования, не до мужского. Да, теперь Миша уже хочет уходить на женском голосовании. То есть вот эти... Вот ребята тебе сделали сегодня медвежью услугу, так называемую. Ребят, но может быть, ваша проблема была в том, почему вы расстались, что у вас интересы разные по жизни. Смотри, она действительно хочет здесь остаться. Тебе больше интересно за периметром, да? То есть, и что, надо идти на жертвы, получается? Ну, не знаю. Скажи, Надя, ты идешь на жертвы? Ты Надю принуждаешь таким образом, понимаешь, уйти. Ксюш, я откажусь от своей мечты, и тем самым докажу Мишу, что я люблю его больше, чем себя. Степ, вот скажи, пожалуйста, как ты относишься? Вот к таким жертвам, понимаешь? Ну, на самом деле, я вот то, что вот эта фраза, я люблю, я хочу вот этим самым доказать, что я люблю Мишу больше, чем себя. Я сегодня Боне сказал, Бонечка, родная, я так вот, как бы отмотав назад время, поступил бы точно так же, потому что себя я люблю больше, чем тебя. И себя любить надо больше. Если твой молодой человек пересекается с твоей мечтой, значит, ты выбираешь. В данном случае ты выбрала молодого человека, а не свою линию, не свою мечту. Надюш, ты понимаешь, тут что получается? Быть здесь тебе, девушки, одной нельзя. Ты должна пресловуто строить здесь отношения, выстраивать их. Миша, твой молодой человек, вы должны делать это в каком-то тугезере. Он не хочет здесь быть. Ты уже поклялась в вечной любви к нему. Я не могу и без клятвы сказать, что я его люблю просто очень сильно. Вот уже все. Мы вошли в эту антитезу. Нельзя быть, где правильно поставить запятую? Нельзя быть, хочу остаться. Вот где теперь? Как быть? Ну как? Они не построят здесь отношения, надо посмотреть правде в глаза. Хорошо. Миша не хочет здесь быть. Может, холода, с вами все будет нормально. Ладно, мечты сбываются и не сбываются, а все хорошее и есть мечта. А с вами увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Согнуло. Я с собой ничего не могу поделать, когда ты рядом. Я нахожусь с тобой в этой комнате и представляю, как будто это наша комната. Нет, мы здесь с тобой живем. Вот ты представляешь себе такое? Вот убрать Семика в вот эти черные игрушки. Так. И фотографию его. Повесь мой здесь портретик. О, сейчас размечтался. Полуобнаженный. Знаете, как каждое утро будет вставать? Нет, я не обр... Нет, Гена. Я не могу себе этого представить. Такая ты хорошая. Да что ты говоришь? Мои конфеты даже не попробовала. Цветы не приняла. А ты как думал? Я не могу принять твои цветы. Вот у тебя появилась девочка, вот дари ей. Ты дарил, кстати, цветы их утром? Нет. Нет? Рано еще. Я ее знаю пять дней. Так а мне же ты дарил. Ну, я все знал два месяца. И после того, что у нас было... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok